Мы никогда не будем, свиньи, сучка мелкая. Тогда ты мне больше не нужна. Ха-ха-ха-ха-ха! Итак, привет, уважаемые друзья-подписчики! С вами снова я, Лёха Сметник. Сегодня вместе с вами продолжим проходить Resident Evil 7. Мы уже играем за Мею, мы находимся на корабле. И у нас есть всего два патронового оружия. А тут ползет всякая непонятная гадина, по которой я совершенно никак не хочу стрелять. Также спасибо видеошоу за комментик, который оставили по последним моим видосам. Так, а мы тем временем попытаемся пройти куда-то дальше. Я не буду тратить патроны непонятно на что. Я лучше разобью ящики, так как в них я однозначно найду что-то нормальное, что-то нужное мне. Так, в одной я нашёл порох. Во втором, я так понимаю, скорее всего я найду эпоксид, при помощи которого я всё-таки и сделаю то, что мне нужно. А скорее всего мне нужны патроны, чтобы избавиться от всех этих гадин, которые здесь ползут. Кстати, странно, куда-то они все подевались, они на меня совершенно никак не реагируют. Один просто исчез. Есть такая фишка в игре, как я заметил, после того, как убиваешь одного, не то что убиваешь, как уходишь из локации далеко, так они берут и просто исчезают. Отлично. Я нашёл, блин. Серьёзно, я два патрона потратил просто на аптечку и на порох. Блин, а где эпоксид? Серьёзно, не нажая, у меня вообще ничего нету такого. У меня есть только вот этот непонятный жилет, который бы я, в принципе, и не стал бы одевать, я просто прыгнул бы и утопился. Так, а это что за дюрасел на нём батареечка? А, ну это, скорее всего, фонарик какой-то. Ладно, бог с ним. Давайте ходить здесь, что-то дальше исследовать, смотреть. Потому что монстр, он буквально остался один, и он меня не трогает. Я даже не знаю, где он находится. Понятия не имею. Так, здесь у нас закрыто. Но я сомневаюсь, что сюда мы можем вставить. Это было бы тупо. Вставить предохранитель, просто непонятно куда. Так, а если задействовать психостимулятор? Может быть, мы найдём что-то всё-таки такое нужное мне? Например, какие-то патрончики, нож, может быть, ещё что-то такое. Отлично, мы нашли восемь патронов. Так, и надо запомнить, что, блин, здесь довольно-таки много вещей вокруг раскидан, которые я просто не могу найти. И они все находятся где-то там, где-то вдалеке. Так, здесь у нас тоже, кстати, что-то есть. Да, блядь, как можно промахнуться четырьмя патронами? И четырёх. Стой! Отлично. Патроны для пулемёта. Обалдеть, у меня здесь что, и пулемёт, что ли, будет? Так, сейчас мы объединим всё это дело в патроны, блин. Ну, реально, ребят, вы видели, просто я как лох последний сейчас только что взял промазал. Но, по крайней мере, теперь монстров осталось меньше. Мы их можем убивать здесь, что-то смотреть, что-то находить. Так, сейчас ещё посмотрим. Может быть, где-то что-то пропустили. Блядь, где-то какие-то приколюхи. Но психосимуляторы у нас закончились. Ну, теперь мне, по крайней мере, ходить здесь не так страшно. Блядь, только скажешь слово, что не так страшно, обязательно вылезет какая-то херня, которая будет к тебе как-то относиться не очень дружелюбно, я бы сказал. Да успокойся. Так, всё, он откинулся. Я надеюсь, ты просто сдохла, тварина. Всё, лежи. Всё, отлично, он умер. Он просто взял и откинулся. Так, а эту штуку мы, пожалуй, ставим сюда. И сходим чуть подальше, прогуляем. У нас здесь Элизабет как раз гуляет. Куда, я так понимаю, мы ещё скоро вернёмся. Так. А, ну, это просто показывает вещь, которую я использовал. Ну, в любом случае, мы вернёмся назад отсюда. Рано или поздно, но у нас всего два патрона. Кстати, у меня до сих пор всё подсвечивается, где и что находится. Заперто с другой стороны. Отлично, может быть, здесь весь корабль заперт с другой стороны, блин. Да что ж такое-то, блин? Я думал, что финал уже близко, что у меня осталось совсем чуть-чуть, что я сейчас дойду. И всё. Так, ну, буквально любой ещё один монстр, я точно не смогу с ним справиться. Ну, дали бы мне хотя бы нож. Потому что с ножом, я не знаю, я себя чувствую даже более как-то защищённо, чем с пистолетом, в котором нет патронов. Блин, смотри. Окей, смотрю. Что? Зачем? Ты должна вспомнить это для того, чтобы мы стали семьёй. Кстати, знаете, подозрительно она даже похожа чем-то на мию. Но она очень-очень странная. Ну, ладно, окей, давайте вернёмся в воспоминания и посмотрим, что же всё-таки такого произошло. И почему я должна стать семьей? И почему эта кассета не работает здесь? Почему я не могу сохраниться? Ладно, давайте возьмём старую видеокассету. Кто-то, видимо, раньше записывал. Вообще, знаете, я не понимаю, почему я вставляю видеокассеты. Как же DVD-плееры? Они даже уже давно откинулись, блин. А мы всё смотрим на VHS-кассетах. Ну, я так понимаю, время такое. Либо люди слишком консервативные для того, чтобы пользоваться чем-то другим. Ну, вот, поехали. Очередная у нас мини-история. Открыть достижение, перемотайте видеокассету. Да я не могу мотать, я просто вижу какой-то экран. Так, всё, окей. Алан, твоё состояние улучшается. Наверное, она заразила меня при нападении. Меня всё равно уже не вылечить. Так, у всех эти часы. Но мне так и надо. Это я виноват, что она сбежала. Да, это ты виноват. Но это не значит, что я позволю тебе умереть. Она не нападала на тебя? Это часть её внушенной привязанности. Невероятно, мне всё это не снится. Вот, в нём образец её ткани. Найди её и всё исправь. Попробуй это. Окей, Эви, где ты? Ладно, Эви, где ты? Эвелина, блин. А я её как только что, Элизабет назвал, по-моему. Нифига мне скоро ещё... Блин, обалдеть. Вот это, да. Вот это номер. Я думаю, все, кто играет в КС-ку, узнали МП-5, конечно же. Так, ну пойдёмте тогда бороться со злом. Сейчас только прочитаем записочку. Адель специ... Адель. Адель, блин. Адель, блин. Отдел специальных операций. Директор Алан Драуни, опекон Мия Уинтерс. Последний отчёт указывает на то, что если Эвелина остаётся на том же месте, они могут выкрасть противостоящая нам организация. Поэтому поручаю вам переправить Эвелину в наше главное американское подразделение на сохранение до особого распоряжения. При транспортировке соблюдайте следующие правила. Вы, избежая подозрений, постоянно ведите себя так, как будто вы родители Эвелины. Поддержите жизненный показатель Эвелина с помощью кодекса генома. При критическом срыве миссии уничтожьте Эвелину. Почему везде как-то замешана маленькая девочка, которая страдает непонятно чем и пытается просто всех убить, блин. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас ничего нету, но учитывая, что у нас рюкзак, в принципе, полностью открыт, как я думаю, то мы спокойненько пойдём дальше. Блин, я уже думал, что концовка, она так близка, а мы здесь снова... Она рядом. Эти числа показывают расстояние до цели. Так, ну ладно, окей, я понял. Вот сначала проверить весь этаж. Ну отлично, пойдём проверим весь этаж. Блин, я вообще не знаю, идти на маленькую девочку с этой пушкой, это такое себе дело. Потому что... Блин, подожди, а куда ты делась? Ты только что же была рядом, я шёл к тебе куда-то близко. Ну ты решила куда-то деться от меня, маленькая девочка. Постоянно маленькими девочками всех запугиваю. То есть, не мальчиками. То есть, заметьте, в 90% случаев это маленькие девочки, блин. Потому что они почему-то вызывают страх. Я не знаю, может быть, из какой-то своей стервозности в маленьком состоянии, капризности и так далее. Понятия не имею, блин. Ну, видите, вот что бывает, когда неправильно вырастил стерву, она пытается всех убить. Так, что это за штука вообще? Как она открывается? Так, ну я так понимаю, я здесь найду какие-то, типа, ключи, с помощью которых я смогу всё это дело открыть. И хожу я, причём, по кораблю, по этому самому. Так, а зачем мне вообще её искать? Может быть, просто пойдём выпрыгнем за борт и всё, и там где-нибудь поваляемся, останемся? Ну, почему бы и нет? В конце-то концов. Патроны для пулемёта. Не слишком ли много патронов для пулемёта для маленькой девочки? Мы вроде как здесь просто боремся с маленькой девочкой, а не пытаемся асвенцем какой-то устроить, блин. Пищевые добавочки. О, блин, отличная комната. Слушайте, мне даже нравится здесь энтуражик. Ребят, то есть вас не заморачивало наличие вот этой херни у вас здесь везде. Даже дверь открыть нельзя. Ну, не знаю, с ноги пни, просто пни с ноги, блин. Серьёзно, блин, куда мне столько патронов? Я с кем борюсь-то вообще? Почему-то мне кажется, что я вздохнул в самом-самом конце. Вот и всё, что меня будет здесь ожидать. Я помню вот этот вентиляционный люк. Так, а может быть просто, я не знаю, у неё рвота? Слушай, а может просто пасым на эту фигню и всё, в смысле, и всё пройдёт. Ну, знаете, уринотерапия много болячек лечит. Может быть и здесь, в принципе, чем-то хоть немножечко поможет. Чёрт, это всё сброет. Ну, как дела? У неё рвота, слишком обильная для её массы тела. Круто, повезло. Такими темпами мы ещё насмотримся на её мерзких друзей. Так, надо срочно её найти. Ситуация выходит из-под контроля. Согласна. Согласна. Неправильно, озвучил. У неё рвота, в смысле, серьёзно, вот это рвота? Как можно вот таким вот блевать, в смысле? Я не знаю, если бы я блевал бы вот такими вот выделениями, то у меня вся хата была бы уже чёрной. То есть, я не знаю, можно в принципе не заморачиваться. Захотел вырасти дерево, просто поблевал, в смысле, вокруг своего участка. И всё. И, блин, вот тебе кусты, пожалуйста, вокруг выросли. Так что всё нормально, друзья. Пойдёмте. Ищем эвелинку. Маленькую злобинку. Так, а я даже пройти-то никуда не могу, блин. Я не открыть ничего не могу, совершенно ничего не могу сделать. Сюда мне нужно что-то вставлять. Образцы тканей эвелины. Блядь. Здесь нельзя это использовать, но почему-то он стал при этом стрелять. Так, у меня есть пищевые добавки. Тут мне кажется, прям, такой неплохой сюжетный левел, даже по факту. То есть, я здесь буду ходить, убивать, стреляться. Блин, чёрт возьми, я был так уверен, что финал уже близко. Но от этого даже лучше. Вот вообще, что ты такое смысл? Я, типа, непонятная фигня, и каждый сок делают из меня, блин, или что? Что ты такое смысл? Понимаешь, люди, когда блевают, из них не вылазит такая хуета. Обычно это что-то более мирское, блин. Ну, я не знаю, блин, убрал, выкинул и всё, блин. Слушай, может и гриб вообще, ну, то есть, ну, знаете, грибки растут быстро довольно-таки. Вот блеванул грибком каким-то, вот он и вырос. Ну, всякое бывает, всякое происходит в этой жизни. Друг, у тебя тут всё нормально, блин? Я просто до сих пор пытаюсь найти Эвелину, я даже... О-о-о, стоять! Стоять, сука. Ну и чё, блин? Ну и куда ты поехала? Лифт мне вызови, пожалуйста. Лифт мне запилить, и так на первый этаж уехала. Всё, запомнили, что это первый этаж именно. Всё, отлично, поехали вместе с ней. Блядь! Только хотел сказать хорошо, что она не блеванула прямо здесь в лифту. Да, не хотел бы я, чтобы у меня была такая девушка, ты что-нибудь делаешь, смысл? Поругался с ней, она наблевала, встала вот такая хуйня и ставила эти пиздюлей по первое число. Ну, так что это такое себе занятие. Так, всё, мы приехали. У нас здесь выбор, кстати-то, невелик был. То есть не работает. В принципе, вы на корабле находитесь, на таком, я не знаю, военном объекте. У вас почему-то двое ещё, учитывая, что вы перевозите какую-то непонятную херню. И у вас на лифту можно уехать только на второй, и я не знаю, где, как у них там, нижний этаж-то этот называется. Там не котельная, блин, как? Ну ладно, не помню название, мне кажется, суть не важна. Так, пойдём-ка дальше здесь прогуляемся. Да чё ж тебе надо-то, блин, а? Хватит, довольно, блин. Мне уже не больно. И почему я тёлочкой опять играю? Слушай, ты ещё встанешь, что ли? Нет. Ты всё, ты откинулся. Ты плохой гриб. Очень плохой гриб. Блин, а ему, наверное, обидно. Вдруг он в кайску играет, его грибом обзывает. Как я мог так вести себя беспечно? Так, ну очень много патронов. Кстати, мне это очень сильно нравится. Очень... О, вот это-то улучшенный тип. А что это за парень? И как его зовут? Мне кажется, он сейчас брейк станцует, если к нему ещё подойду пару раз. Так, ладно, ну тогда я начинаю верить, что не все двери одинаково полезны, и что не все будут одинаково открываться. Блин, там какой-то чувак в маске сидит. Дистанционная бомба. Вы уверены, что это именно та штука, которая мне нужна? То есть я ей буду бросаться, да, на расстоянии? Я даже боюсь представить, что же здесь такое должно произойти, что я должен кидать в это дистанционные бомбы. Патронов для пулемёта слишком много всё-таки. Для одной хрупкой барышни, такой как я. Ну всё-всё, хватит, падай, падай, полежи, отдохни, блин. Не, я бы, конечно, с тобой заиграл, но ты понимаешь, что ты слишком страшный для того, чтобы я сходил с тобой в ресторанчик. Хотя, в принципе, главная душа, может быть, ты в душе очень добрый монстр, и ты бы заботился обо мне. Хотя нет, чувак, у тебя даже пениса нет, тогда точно нет, не дам. Ладно, что у нас здесь дальше есть? Блин, почему вокруг столько трупов? И почему она не наблевала на них? Я бы, не знаю, я бы на её случай выходил бы, всегда блевала бы. То есть, ну, и в любой жизненной ситуации, то есть у неё всегда есть выбор, она может блевануть, что бы ни случилось, просто блюй, и всё. Тогда вылезет херня и даст дюлит всем за всем. То есть, тебе на улице подходит несколько гопников, и ты начинаешь блевать. Аллан, по-моему, она за дверью, но у меня нет ключа. Попробуй расплавить замок. Ты на нижнем уровне, поищи в багаже. Ага, окей. А, ну вот, я как раз в багаже. Ну, я думаю, от одного патрончика здесь ничего особо не ухудшится. А вот тут, мне кажется, сейчас опять какая-нибудь неведомая штука будет. Крази. Ну, неплохо. То есть, я вот этой штукой, вот этим веществом, я так понимаю, сейчас буду все вот эти замки плавить. Да, действительно, смотри-ка, блин. О, вот это да. А я думал, что я слива лиловая, спелая, садовая, блин. Так. Ладно. Почему-то замедлиться. Мамочка, ты на меня сердишься. Нет, Эви, не сижусь. Погоди. Как ты меня назвала? Так, она реально думает, что мама? Она, то есть... Не хочу больше жить в лаборатории. Хочу, чтобы у меня был дом. Еще хочу, чтобы ты была моя мальчик. Ладно, Эви, я буду твоей мамочкой. Только возвращайся вместе со мной, ладно? Так, я так понимаю, можно даже взять, примерно, назад, куда-то уйти. Этой штукой расплавить другие замки. А, я так понимаю, мне в любом случае туда отправят. Эви, ты где? Да чё ли, я тебя сейчас найду, блин, ремня в ебеню по первое число, блин, выходи надо... Эви, привет, малышка. Это я, это мама с автоматом. Эви, постой. Отлично, ты меня там чё, топишь, что ли, блин? Ты ее нашла? Да, но она убежала. Аллан, у нее все больше друзей. Эти твари повсюду. Я же говорил. Ты сам-то как? Лучше не беспокойся о том, как вернуть Эвелину. Так, и чё там дальше сейчас битва будет какая-то решающая? Так почему, что сейчас какой-то босс где-то вылезет? Обалдеть. Блядь, а почему я просто не могу взять и кинуть эту херню с нас? Мне ее обязательно куда-то в определенное место кидать или как? Как вообще это все устроено? Ребята, почему вы идете ко мне? А, наверное, групповушки хотят. Чё за люди-то, блин, а? Чё, солевую, что ли, вам не увидели? Или еще, блин? Вот, а ты еще жив, что ли? Вот смотри-ка, а как тянется там жизнь. Головой надо думать, а не одним местом, блин. Еще и напрягивает, блин. Сверху любит, однако, смотри-ка. Все, просто ты... Ты должно умереть. Что бы ты ни было. Так, ну ладно, пойдем дальше здесь у нас погуляем, посмотрим. Главное на часики вовремя посматривать. Я так и думал, что мы вернемся назад и по-новому начнем плавить все замки, смотреть, что же там спереди дым и туман. То есть, я так понимаю, туда идти не лучшая идея. Вот тут даже посмотри, система прокачки. А, нет. Патроны, то есть, по-прежнему только пистолетные. А почему я не могу сделать другие какие-то патроны, блин? От пулемета, еще от чего-то. И почему я не могу кидать эту штуку, блин? А, вот. То есть, смотрите-ка. То есть, я ее могу кидать в патроны для пулемета, да? Ну, серьезно, а зачем мне кидать что-то в патроны для пулемета? Может быть, я просто целился как-то хреново, блин? Так, а что это такое у нас вообще? Дистанционная бомба. Можно подорвать пульт управления для подрыва. Нажмите R. А, ну все, я понял. То есть, она далеко не кидает, только вблизи себя где-то. Ну, ладно, окей. Скоро мы ее заюзаем и посмотрим в действии. Как только вылезет какая-то непонятная фигня, которая будет ползти на меня, я обязательно эту штуку запилю. Дружище, я тебе тут сюрпризик оставила. Сейчас подойдешь поближе, заценишь. О, блин, смотри. Что, без ног, что ли, осталось? Обалдеть. А что это с тобой? Это подарочек на Рождество был. Блин. Почему я постоянно дико всего этого пугаюсь? Ой, мальчики, а что попадали-то все? Что ж вы так? Аккуратнее надо быть. Ходят, спотыкаются, блин. Лезут ко мне. Я-то телка боевая, блин. Ну, Эвелин, ну почему ты постоянно ездишь от меня? И почему ты постоянно стоишь, ждешь этого момента, чтобы я подошла, чтобы потом просто взять, смысл, закрыть перед собой двери, блин? А, ты хочешь, чтобы я с тобой поиграл? Ну, окей, сейчас мы с тобой поиграем. Ну, итог-то я все равно знаю, что я сдохну однозначно, потому что на этом корабле все умерли. Даже включая меня. Вон, Клэнси тоже жить хотел, но походу он тоже откинулся. Так, что у нас там? Шахты, шахты, лифты, сегодня кто-нибудь падает, нет? О, на третий этаж едем. Кстати, на втором был такой же замок, который я мог открыть. Но, видимо, не откроет. О, ну отлично. Давай еще лифт сломается. Включена система аварийной блокировки. Мне вот это сейчас, знаете, Resident Evil напоминает. Сейчас мы дверь откроем, начнем вылазить, и нас наполовину разорвет. Знаете, как в самой первой части. Даже картина, в принципе, та же самая у нас. Да, да, да. Меня сейчас разрежут же нахрен. Все смотрели фильм Resident Evil, первую часть? Смилой Йовович. Вот прям, прям давайте смотрим. Что, нет? Ну, это такая, видимо, отсылочка к фильму была, чтобы не забывать. Так, а на каком я этаже-то все-таки? А, я опять на втором. Ну, теперь я знаю, куда деть ту штуку. Так. А что у нас здесь в комнатке? Вот, блин. Смотри-ка, с телефона звонит, блин. А, главное, Эви наверху. Главное, звонит с телефона, смотрит Виаши, сказать... Алан, Аллан, черт возьми, где ты? Блин, зачем мне вообще этот ящик здесь? Я не понимаю. Дверь еще перекрыли, блин. Ну, ничего, у нас сейчас два растворителя для замков, либо, как называется эта штука, коррозийное вещество. ВДХа, что ли, блин? Да, по-любому ВДХа просто смазывает, и все, и все открывается, и все нормально становится. Все на круге своя. Так, ну-ка, что у нас здесь? А здесь у нас ничего интересного. Так, походу, я уже был в этой комнате. Так, и мне надо открыть... Вот этот замочек, потому что... Ну, там однозначно лежит какая-то нужная для меня штука. Давай. ВДшечкой смажем все это дело, и все. Вот смотри, как идеально работает. Обалдеть, куда мне столько бомбсмаса? Я могу просто взять весь корабль, заминировать, взорвать его и забить на все. Абсолютно на все, что здесь происходит. О, здравствуйте. Как ваши дела? Чем занимаете? Слушай, а почему когда играл Итона, у меня не было такого офигенного гана, блин? Ну, смотри, что-то там в мучениях еще мучается-то, блин, а? Так, стойте, я надеюсь, что мы дальше-то сможем пройти, а то мы сейчас всю ВДху потратим. И чем мы потом открывать будем? Да куда мне столько бомб-то дистанционных, блин? Ну, серьезно. Ну, я так понимаю, ими надо уже начинать пользоваться, причем довольно-таки активно. У меня шесть штук уже есть. У меня есть шесть бомбежек. Шесть бомбежек. Ладно. И что, здесь не откроют, а здесь. Так, и что, хоть один-то выжил из них? По-моему, оба выжили. Так, а сквозь дверь вообще взрывает? Нет, ну давайте заодно баги игры проверим. Да вообще плевать на все. Э-э-э, вы куда, ребят? Они просто взяли и исчезли куда-то. Ну так нечестно, не надо исчезать, блин. Я тут бомбы взрываю, блин, сквозь дверь. Они просто испугались меня, такие, нет, наверное, говорит, не дадут. Так, а как... А, вот откуда я вылез, все, теперь понятно. А то до этого мне было немножечко непонятно, теперь мне точно стало все понятно, а там был закрыт проход, все, идем. Кстати, а мы здесь ходили же за Эвелин. Ой, за Мию. За Эвелин, говорю. Можно, кстати, ниже даже сходить, может быть, боеприпасов кто-нибудь оставил. Нет, нихрена не оставили. Вот смотри, какие люди-то добрые, блин. Вообще странно, меня всегда поражало, что везде, во всех играх, патроны просто так везде раскиданы. Где-то, например, знаете, в некоторых играх бывает, они вот по сути раскиданы. А вот во многих большинстве нет. Они просто лежат, где не попали. Ну смотри, какой красивенький этаж, я бы сказал. Прям замечательный. Так, мы почему-то постоянно смотрим вот на эти часы, которые нам показывают приближение до Эвелины. Да, в принципе, я, в любом случае, мне куда не идти, это та самая комната, где сейчас я смотрю видик. Так, ладно, пойдем дальше. Дружище, с тобой все нормально? Может быть, тебе бомбочку на всякий случай на дистанционном управлении скинуть? Может быть, лучше себя чувствовать начнешь? Как ты сюда попал? Где Эви? Она пошла в разнос. Без лечения ее состояние ухудшается. Что ж, тогда даже хорошо, что я умираю. Или что он сказал по своим словам, я даже не успел. Не говори так. Мужик, будь все нормально. Она тебе доверяет. Эта маленькая сучка никогда... О-о-о-о. Нет, Эви, я... Эви, я не хотел так тебя называть. Она пытается причинить тебя. Сопотивляйся. Чувак, точно с тобой все нормально? Мне кажется, у тебя немножечко это... Лихорадочка эта началась. Можете боярышника дать все-таки? Может быть, подлечишься? Блядь, чувак, не надо блевать всякой херней. Эвелина постоянно какой-то херней блюет, и потом херня происходит. Грибки вырастают. О, Эвелина. Привет, Эви. О-о-о. А вот это, да. Вот это не так красиво было, как я все-таки ожидал. Но у нас запись на кассете эта... А, нет, мы еще живые даже. Мы еще во сне. Она просто подошла и обливала меня. Какая хорошая дочка. Ну, в принципе, знаете, нормально для дочек, когда ее на руках баюкает, она блюет на всех. Она ведь всего лишь просто хочет создать семью со мной. Ну, каждый человек достоин счастья. Ну, что бы и нет-то, блин. Мне кажется, у меня сейчас еще что-то отрастет. Например, третья рука. Что с тремя руками, довольно-таки удобно мне, кажется, воевать. Я бы даже так сказал. И еще, еще вот, знаете, такой небольшой вопрос. Почему у меня сейчас, допустим, что-то появится, будут атаковать? Ведь я уже практически такой, как они. Ну, я думаю, что что-то появится, что решит напасть на меня. И что, мы запишем какое-то сообщение? Зачем мы смотрим? О, все, мы что-то там набираем. И все всегда все набирают. И отправляют. Ты был прав. Я лгала тебе, нельзя было, но... Я могу сказать лишь одно. Если получишь это... Держись от меня подальше. Забудь, что ты знал меня. Так, а вот сейчас, ребят, я ни хрена реально не понимаю. Вот реально сейчас ни хрена не понимаю. Какого черта я сейчас нахожусь в прошлом до событий? Почему? Я же Итаном был потом. То есть потом Итан приехал, то есть сообщение, когда был... Или подождите. Это я сейчас записал сообщение? Я есть Мия? Серьезно. То есть я играю сейчас с Мией. И смотрю кассету, чтобы понять, почему все так произошло. То есть я работал на какую-то организацию, я кинула Итана. И эта штука, видимо, заставила меня все это записать, чтобы ему отправить. Обалдеть. А вот это вот уже интересный поворот, блин. Сейчас мы узнаем дальше, что у нас было. Потому что сначала я не понял, что она делает запись. Потом до меня дошло, что она сделала запись, что я и есть Мия. А я встречал с Итаном. Я всего пропал на три года. Но, видимо, устроилась какую-то секретную организацию. Странно, что Итан никогда об этом не додумался, что егошняя девушка устроилась в секретную организацию. Нихуёво, я смотрю, вы здесь ремонтик сделали. Прямо на глаза. Так, ну здесь вот всяко, коридор спереди. Это то самое место, когда должен... Блядь, ты что такое, ебаный? Блядь. Мы всегда будем вместе. Офигеть! Вообще. Вот, кстати, такого порода сюжета я прям вообще не ожидал никак. Блин, ну она же реально правильно всё написала. Блин, это неприезжаемый, что это и писец. Потому что всё вот так и произошло. Я просто сейчас загрузился на минуту, пытаясь переварить всё это действие, которое я только что видел на экране, что произошло. У меня вообще кажется, либо у меня зависло, либо что. Это то есть, это ещё не конец игры. Теперь ты вспомнила? Да, Эвелина, я вспомнила. Мы можем быть семьёй, как раньше. Нет, Эви, мы не можем быть семьёй. Мы никогда не были семьёй. Мы никогда не будем семьёй, сучка мелкая. Тогда ты мне больше не нужна. Сука. Да, вот это вот было довольно-таки забавно. Ну, блин, я такой, знаете, даже подиспугался немножко на секунду. Так, ну, ребят, мы такое оставили прям большое, я не знаю. Баль... Такое, довольно-таки, нужны вещи некоторые всё-таки переварить. Ребята, давайте всё-таки на этом закончим данный летсплейчик. Спасибо Агнии Сальватор за то, что подписалась на мой канал. Всё, спасибо, ребят, всем, кто посмотрел. Чём дальше, всё интереснее. Сейчас вот эти все клубочки распутаются. Сегодня мы обязательно подойдём всю игру до конца. Не забываем подписаться на канал. С вами, как всегда, был я, Лёха Смертник. Всем удачи, ребят, и всем пока. Понравилось видео? Жми подписаться, будь мужиком, жми на колокольчик, жми на эту галочку. Тогда ты будешь узнавать обо всех новостях на моём канале. Не забывай, ты мужик, либо ты мой лучший подписчик. Жми на лайк, 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 видео. Оставляй, оставляй комментарии. Пиши что-нибудь, пиши, Лёха, ты классный. А теперь совсем немножко рекламы. Вокруг вы увидите несколько окон с разными моими новыми видео. Жми!